Налито чистая вода в ведре, а с лужи вкуснее. Ой, как вкусно с лужей грязной. И курица у петушка с гребешка, как с капельного полива, воду пьет. У него капает, он макает его воду, с него капает, и куры с него пьют, как с капельного полива, с сережек. Чистая водичка налита в ведре, нет, надо тут пить. Вкуснее там, да? Ох и вкусная вода. Ну и попей чистую воду с ведра. Нет, в луже вкуснее. Сегодня конец сентября уже, 26 сентября. Я убираю буряки. Это сорт ламака. Длинненький вот такой. Ламака я уже убрала. Сейчас убираю таунос. А таунос пошире. И вот такой потолще. Я, конечно, такой огромный не люблю. Но так как у меня есть курочки, я им тру. Для курей это удобнее тереть. Один взял, потер, и все готово. А для готовки такой я не люблю. Для готовки я люблю вот такой средний. Ну вот так вот я и убираю. Вот. Вот такой средний я кладу на хранение. Это у меня вот этот ящичек. Этот мелкий, порченый для курей. А в этот ящик очень крупный. Вот в три ящика я сразу сортирую. Обрезаю ножом и сортирую сразу три ящика. Следующий сорт Родена. Особо он не отличается от тех. Ну вот такой вот он. Сорт Родена. Есть вот такие огромные экземпляры. Есть средние. Есть помельче. Вот такой красный. Родена называется. Сорт Карелон. Тоже длинненькая. Вот такая она. Карелон. Размер зависит от того, как вы вовремя ее проведите. Ну вот длинную я считаю, что не нужно сильно прорежать, потому что она потом вырастает очень больших размеров. Ее можно даже вообще не прорежать. Тогда она будет вот такая средненькая. Вот. Самые оптимальные размеры. Вот такая вот. И еще я заметила, если меньше вот такой, то она не такая сладкая. Вот такой размер самый сладкий. Ну естественно большая тоже сладкая, но она очень неудобная в приготовлении. Разве что, ну если на какое-то такое блюдо, что чистить и измельчать. А если варить целиком, то она не очень удобна. Вот еще один сорт. Буду сейчас выкапывать. Но я ее не копаю. Я вот так вытягиваю. Она очень хорошо вытягивается без лопаты. Вот еще один сорт. Карелон. Ну и конечно же классика. Классика. Это сорт цилиндра. Как же без цилиндры. Это классический бурячок. Вот. Всегда выигрышный вариант. Это цилиндра. Как же нам без цилиндры. Вот. Это классический сорт. Вот такая цилиндра. Ну вот я выкопала все пять сортов. Выкопаны все пять сортов. Это у нас ламака, таунус, родена, карелон и цилиндра. Какой я хочу здесь сделать вывод. В принципе, по внешнему виду они не отличаются особо. Все это относится к длинным сортам свеклы. Вот. И внешне они практически не отличаются. По урожайности тоже не отличаются. Они одинаково все урожайные. Схожесть зависит от качества семян. А будем надеяться, что вкусовые качества у них разные. То есть какая-то более слаще, какая-то менее. это мы увидим чуть позже. А вот эта огромная. Вот я ее отдельно складывала. Вот такая большая. Это пойдет на корм животным. Хорошо едят куры и гуси. И хорошо, кстати, несут яйца после этого. Отдельно я складываю крупную. КОНЕЦ КОНЕЦ